Наш город один из самых солнечных в стране. Улан-Удэ купается в теплых лучах 3000 часов, но совсем скоро это может измениться. Ведь над солнечной столицей начали сгущаться черные тучи. Всем привет! В эфире «Дежурный по городу». Меня зовут Александр Батуханов и мы начинаем. На улице все черное, мрачное, страшное. Даже страшно выводить детей. Полный блэк-аут. Когда в город вернется ясная погода. За какой причиной закрыли, непонятно. Это все надо было бы прояснить. Заколоченный переход. Кто закрыл подземку от людей? И вот огромная яма. Любая машина может в нее соскочить. Народный контроль. Что побуждает горожан браться за камеру? Все ответы через несколько минут. Городские котельные – это как две стороны одной медали. С одной они согревают наши дома, с другой не дают дышать нам полной грудью. Я вот, кстати, заметил тут одну вещь. Вот все скамейки, которые здесь стоят, вокруг них снег не тронут. Ну, видимо, там же качается. Единственное, где люди сидят, это вот под навесом снег. Вот очень часто ребятишки на этой штуке катаются. Тоже черное. Ну, черное. И представляете, какие дети приходят домой. Ну вот видите, день сутками вот это вот идет. Борьбу за чистое небо жители микрорайона «Аэропорт» начали еще в 1984 году. Тогда котельную только думали строить. Но протесты жителей никого не остановили. Десятки обращений, как в организацию, так и к чиновникам, не вызвали никаких реакций. С тех пор прошло уже восемь судебных процессов. А труба все так же коптит над домом. Правда, три года назад мы добились того, чтобы все-таки поставили фильтры. Вот два года у нас был белый снег. И дым был белый. Видимо, фильтры уже свою работу закончили. Видимо, ресурс уже исчерпан. И вот опять черный дым. Почти такая же проблема и во многих частях города. В начале этой недели мы выезжали в 105-й микрорайон. Где рядом находится котельная Юго-Западная. На улице все черное, мрачное, страшное. Даже страшно выводить детей. Сын жалуется, что попало что-то в глаз. Ну, я сама посмотрела, ничего не увидела в глазу. Через час буквально мне позвонила учительница. Ну, и говорит, что он не может сидеть на уроке. Очень сильно слезится глаз. Я приезжаю, забираю ребенка. Едем к окулисту. Он просмотрел и вытаскивает очень большой скол угля. Ну, да, он говорит, у вас кусочек угля. И он попал, получается, во верхнее веко. Ну, нам назначили капли туда-сюда. У ребенка глаз был красный дня три. Последний раз хозяйка убиралась в январе. Но даже с тех пор пыль уже осела на балконе. Не спасают даже застекленные окна. Со сквозняком сажа попадает в помещение. Две котельных в двух разных точках города. Но проблема одна. Первое, что приходит на ум, так это фильтры. В идеале они должны улавливать большую часть сажи и вредных веществ. Очистка домовых газов осуществляется установленными котельными циклонами. Ко временному делению сажа у частиц происходит период перехода оборудования при его воде из резервы. За работой оборудования следят специалисты, контролирующие качество домовых газов. Вариант номер два. Уголь. От его качества также зависит количество выбросов. Плохое топливо приходится сжигать под большой температурой и в гораздо больших объемах. На котельных для выработки тепла проектами предусмотрено сжигание как бурых, так и каменных углей. В настоящее время для выработки тепловой энергии сжигается каменный уголь с более высокой теплоотдачей. Контроль нормативов выбросов проводится в соответствии с программой экологического контроля. Получается, фильтры стоят. Уголь тоже в порядке. Но почему тогда над Улан-Удэ черный дым, а не чистый воздух? Ну не могут же жители города говорить одно и то же. Давайте рассмотрим ситуацию в целом. Буквально несколько недель назад в Улан-Удэ вводили режим черного неба. До этого люди слышали этот термин в 2020. Что тогда, что сейчас одной из причин стала безветренная погода. Дым куполом накрыл столицу. Вторая же причина – котельные. И это не только протец. Дымит и частный сектор, который все чаще вместо дров покупает уголь. Однако переход на электроотопление быстрым вряд ли будет. В первую очередь экологичное тепло получат ДНТ на левом берегу. Дальше по очереди идет поселок Забайкальский. На муниципальных котельных должны появиться фильтры дымоуловителя. Возможно, наладят производство бездымного топлива. Работы рассчитаны до 2030 года. Остается надеяться, что чистого воздуха в Улан-Удэ будет больше, чем черного дыма. Если не сейчас, то по крайней мере в недалеком будущем. И некоторые начали подстраиваться под новые требования. К ним-то мы сейчас и отправимся. У нас на выходе стоит дымовые газы разогретые. Это зоновый ловитель. У нас здесь доработка. То есть тяжелые частицы не оседают. Они у нас обратно подаются топту и дожигаем. Дальше система дымоудаления удаляется на улицу. Да, у нас стоят циклон С-500, четырехступенчатый с Вентури. И далее, как вы видели на улице, у нас есть наша доработка. Это осадитель. Вот эта большая бочка, которая стоит. Все оставшиеся взвешенные частицы, они просто оседают вниз. На заводе четыре котла. В день они потребляют от 8 до 12 тонн угля. Конкретно эти два обеспечивают теплом все предприятие. Работают они круглосуточно и в период холодного времени. Насколько воздух становится чище после всей вот этой поэтапной... По данному циклону примерно эффективность порядка 85-87%. То есть если, грубо говоря, и 100 грамм пыли, которая выходит из циклона, в атмосферу попадает 15-13 грамм. Ежедневно происходит зачистка этих самых элементов, потому что если их не чистить, забьется бункер, эффективности уже не будет. Соответственно, та пыль, которая попадает, она будет сразу же и вылетать. Ей некуда деваться. Поэтому следить за очисткой надо ежесменно. Постоянно проводим профилактические визиты, консультируем и проводим иные мероприятия, связанные с профилактическим взаимодействием. Мы выявляем предприятия, которые осуществляют негативное воздействие на окружающую среду и при этом не состоят на государственном учете. Это ключевой момент в экологическом законодательстве, поскольку при постановке таких предприятий на учет осуществляется их категорирование в зависимости от уровня негативного воздействия на окружающую среду. И в зависимости от этого уже подразделяется на уровни экологического надзора. Федеральный, то есть Росприроднадзор, и региональный, то есть Бурприроднадзор. К примеру, котельные ТГК-14 являются поднадзорными объектами Росприроднадзора. Мы знаем, что мы выбросы делаем, и загрязнения достаточно. Но есть нормы, которые требуются по нашим режимам. Мы выполняем. Остается надеяться, что предприятий, которые с ответственностью относятся к экологии, в Улан-Удэ будет становиться только больше. К слову, некоторым на заметку надзорники не дремлят, и штрафы у них за это весьма весомые. К слову, практически такую же функцию надзорных органов выполняют наши народные контролеры. Что они прислали нам на этой неделе, расскажем прямо сейчас. Заборов много не бывает. Сквер на бульваре Карла Маркса оцепили. На бульваре Карла Маркса мы установили дорожное ограждение, ранее установленное для недопущения там дорожно-транспортных происшествий. Там был нестанционирован проход пешеходов. Буквально в 100 метрах есть пешеходный переход. Мы находимся на улице Ключевской. Вот дорога. Люди ходят. И вот открытый люк. Несколько дней уже закрыть его не могут. Ловушка для пешеходов. На улице Ключевской неделю открыт колодец. Через несколько часов после нашего обращения люк закрыли листом металла. У моста и вот огромная яма. Любая машина может в нее соскочить. Еще одна яма, но уже на оживленной дороге, пугает проезжающих по проспекту автомобилистов. По проспекту автомобилистов до конца следующей недели мы остановим решетку ливной канализации. В 2023 году под колесами машины оказалось больше 300 человек. 20 из них погибли. Возможно, жертв было бы меньше, будь в городе больше наземных и подземных пешеходных переходов. Да, их строительство обходится гораздо дороже, но зато безопаснее для человека. Но в нашем городе вместо того, чтобы строить новые, закрывают старые. Через три дня его опять открыли. Здесь машина... Не надо ждать светофоры, зеленый свет не надо ждать. Сюда перешел, на ту сторону и обратно. И вот есть, я прятал. Пешеходный переход, светофор, или это неудобно? Не, ну понятно, что там есть, но если она уже существует, если она затратена определенной суммой, его, наоборот, еще лучше сделать, покрасить. Ну, наверное, пусть пользуются люди так-то. Неделю назад мы отправили запрос в комбинат по благоустройству, чтобы узнать, почему администрация закрыла подземный пешеходный переход. И вот, что они нам ответили. Проход под дорогой на улице Волгинская был изначально построен для устройства там трубы. В 2014 году данную трубу сняли, и жители стали использовать ее как пешеходный переход. На сегодня мы там поставили ограничение, в связи с тем, что он не соответствует требованиям для пешеходного перехода. Мне, как дежурному по городу, интересно, каким требованиям этот подземный пешеходный переход не соответствует. Здесь есть вроде бы все. Ступеньки, пандусы, даже свет провели в антивандальной защите. Летом там постоянно подтапливают воду. Параллельно мы направили заявку на выделение денег для проектирования и устройства там, как положено, пешеходного перехода. Подтопление – это, конечно, серьезная проблема. Правда, подземный пешеходный переход под водой всего лишь два, ну, максимум три месяца в году. В остальное время люди им активно пользуются. Надо было здесь вообще постоянно убираться, чинить. Но никто за этим не следит. То есть, как бы, никому ничего не надо. Легче закрыть, чем благоустройство делает для населения нашего. Вот мокро. И вот эта вся площадка бывает прямо до порога, бывает, в залите. Аромат канализации. Почему в подвале жилого дома постоянно бегут трубы? Большая вода. Что делать, когда бушуют стихии? Нам бы хотелось, чтобы управляющая компания убрала. Но мне ответили, что у управляющей компании нет денег. Прогресс налицо. Что изменилось после визита дежурного? Об этом сразу после небольшой паузы. Практически каждую неделю дежурные по городу делают материал о халатности управляющей организации. И это исключением не стало. Мы отправились в поселок Табхар, где жители жаловались на постоянно протекающую канализацию. Вот мокро. И вот эта вся площадка бывает прямо до дверей, прямо до порога, бывает, в залите. Проблема уже многогодичная по подвалу, по канализации, вообще по воде. Ну, это раз в месяц, это стабильно, вот честно скажу. Звонила, писала всем. Управляющую компанию. За ответами, почему подвал в таком состоянии, прямо сейчас мы отправимся в управляющую компанию. Табхар, дом номер пять, один единственный подвал, где затапливать засор происходит по вине собственников. Потому что именно по этому стояку идет постоянно засор. Когда приезжаем на вызова, там постоянно вытаскиваем тряпки. Половые, детские подгузники. Это может усилить этот коллегу или еще что-нибудь? Мы усиливаем его постоянно, потому что если подвал заполнился, он вырывает просто от напора. Мы просушить не можем, почему нет. Дополнительно эти пушки поставим. Все равно сделаем, у нас, конечно, все есть. И слово они свое сдержали. Сегодня утром управляющая компания отправила нам фотоотчет выполненных работ. Подвал просушили тепловыми пушками, поменяли трубы и, возможно, установят новую дверь, чтобы доступ в помещение был лишь у ответственных людей. Хочу обратить внимание на один момент. Канализацией нужно пользоваться правильно. Как минимум не смывать туда мусор и тряпки. Тогда она прослужит дольше и вопросов вызывать будет меньше. А если так и продолжать, то тут уже никакая управляющая организация успевать не будет. Даже если там будет дежурить сантехник. А сейчас отправимся в другой район, Торбогатайский. Несколько дней назад к ним пришла большая вода. Река Воровка вышла из берегов в поселке Николаевский. Четыре придомовых территории оказались в зоне подтопления. Вода буквально подошла к жилым домам. Местные жители несколько дней борются со стихией. Вокруг своих домов они начали возводить дамбы. Сегодня большая часть работы уже закончена. 14 февраля в поселке Николаевском Торбогатайского района вышли грунтовые воды. В связи с чем были потоплены два земельных участка. Дома потоплены не были. Жалоб от населения не поступали. Администрация Торбогатайского района и сельского поселения Заводскоя осуществили работы по подсыпке береговой линии рядом с данным болотом. В связи с чем дальнейшее распространение воды было остановлено. Данный инцидент был вызван в первую очередь тем, что в данном болоте началась активизация грунтовых вод. В связи с чем увеличился уровень воды. Работы по отсыпке были завершены сегодня, 16 февраля. Оказалось, топит уже не первый раз примерно в это же время. В Торбогатайском районе вода приходила в прошлом году. Тогда на ликвидацию потратили около 2 миллионов рублей. Мы спросили у МЧС, что делать в таких случаях. В целом по Бурятии за зимний период 2023-2024 годов было зарегистрировано 40 случаев выхода наледных и грунтовых вод. На сегодняшний день на контроле обстается 10 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях. Для минимизации последствий от этих явлений проведены работы по пилению льда, по бурению скважин, по отсыпке, где в зависимости от места и обстановки принимались различные меры отведения вод. В Торбогатайском районе конкретно 10 января был зафиксирован выход наледных вод. Какие работы там в течение всего этого времени проводились, работы по пилению льда, специализированной техникой. На сегодняшний день там пропилены 500 метров, и работы по пилению продолжаются. В Бурятии подтопление частных дворов не редкость. Всему виной подземные ключи. Их выход предсказать практически невозможно. Под водой оказываются не только районы республики, но и Улан-Удэ. Поэтому рекомендуем запомнить эти простые правила безопасности. И по следам наших материалов. Еще в начале года наш коллега Сергей Смоленинов обратил внимание на мусор возле многоквартирных домов. За неделю управляшка решить проблему не успела. Прошел практически месяц. Давайте узнаем, есть ли результат. Сложа руки, управляшка не сидела. Полоконтейнеры появились на улице Конечной. Отходы убрали на Мадагоево и проспекте 50-летия Октября. Теперь жильцам остается лишь поддерживать чистоту своего участка и не промахиваться мимо мусорного бака. Пропавшая зебра вернется на улицу Пушкина. Пешеходные переходы исчезли после реконструкции третьей тепломагистрали. Следующий пешеходный переход очень далеко. И поэтому дети вместе с родителями перебегают дорогу здесь. В адрес подрядной организации направлено требование об установке знаков пешеходных переходов. 31 января 2024 года восстановлены знаки на пересечении улицы Пушкина и улицы Добролюбова. В ближайшее время запланирована установка знаков пешеходного перехода в районе детского сада Рябинушка и на пересечение улиц Пушкина и улицы Юных коммунаров. В теплое время года запланировано восстановление благоустройства, в том числе нанесение разметки. На этой неделе мы взялись за решение десятка проблем, но дождаться ответов удалось не по всем. А это значит, что мы продолжим следить за ними и расскажем о них в наших следующих выпусках. Поэтому включайте нас каждую пятницу в 8 часов вечера. И напоследок напомню телефон дежурного по городу 220-3-7. Не забывайте оставлять свой телефон. И возможно, ваше обращение станет началом нашего сюжета. Редактор субтитров А.Семкин